Экстренный вызов. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте. Начинаем с инцидента в Октябрьском районе Новосибирска. Там накануне девочка-подросток получила серьезную травму головы. С крыши жилого дома на нее рухнула глыба льда. Случилось это средь бела дня на улице Кирова. Очевидцы вызвали скорую. 14-летнюю пострадавшую забрали в больницу. А сотрудники комитета осмотрели место происшествия и назначили доследственную проверку. Если вина работников управляющей компании, отвечающей за чистку кровли, будет установлена, возбудят уголовное дело. Пока процессуальное решение еще не принято. К другим темам. Угроза убийством, истязания, секс с несовершеннолетней и умышленное причинение ей смерти. Хушнуда Хамроева, лишившего жизни свою юную возлюбленную, будут судить сразу по четырем статьям Уголовного кодекса. Резаносное дело уже поступило в Советский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу. За что задержан? За убийство. Кого вы убили? Свою девушку. Хушнуда Хамроева задержали летом прошлого года. Кровавую расправу злоумышленник учинил 26 июля на улице Лесосечной в Нижней Ильцовке. Жертвой предполагаемого преступника стала его 17-летняя возлюбленная. По данному факту, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мигрант работал грузчиком в местном магазине. Его юная пассия училась в школе. По словам общих знакомых, после того, как девушка решила порвать с парнем, он начал преследовать ее, избивал и даже угрожал убить. Ее мама ходила, просила всех в милицию, что он ей говорил, что я отрежу ее голову и принесу тебе брошу к двери. Что девчонка боялась выходить одна. Она ходила с родителями или там с подружками. У меня даже есть видео, которое я им лично сама искала, скидывала. Эту запись с камеры домофона мать несовершеннолетней отнесла в полицию вместе со своим очередным заявлением. Но уголовное дело в отношении навязчивого поклонника люди в погонах возбудили только после того, как гастарбайтер реализовал свои угрозы. Не подходи к мне даже близко. Пошел отсюда. Дай, дай поговорить. Я сказала, пошел отсюда. Конфликт произошел из-за того, что они долгое время встречались и примерно полтора месяца назад они расстались. Он не смог смириться с расставанием, скажем так, а она никак не хотела продолжения отношений. Добавлю то, что он увлекался наркотическими веществами по типу мефедрона и солей. В день трагедии гражданин Таджикистана также находился в состоянии опьянения только алкогольного. Момент расправы попал в объектив регистратора, проезжавшего мимо автомобиля. На теле убитые криминалисты насчитали 17 ножевых ранений. Первое заседание по громкому делу назначено на 20 апреля. Рассматривать его будут в закрытом для СМИ режиме. Под суд также отдают и юного жителя Барабинска, который по версии следствия хладнокровно расправился с таксистом в декабре прошлого года. Молодой человек не захотел платить за поездку 800 рублей, а после им одолела жажда наживы. 17-летнего парня обвинили в совершении преступлений, предусмотренных статьями «разбой и убийство», сопряженное с разбоем. Чтобы завладеть наличкой перевозчика, он достал нож, который всегда носил с собой, и 10 раз ударил им в шею и голову водителя. Выскочил из машины, порезал колеса автомобиля и сбежал. Когда добрался до своего дома, рассказал все родным, те уже вызвали полицию. 62-летний потерпевший смог оказать сопротивление и уехать с места происшествия до следующего села. Но там скончался от полученных ран на территории одного из домовладений. Следствием собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Вину так и не признала. В Ленинском суде Новосибирска вынесли решение по делу автомобилистки, которая в декабре 2021-го стала инициатором чудовищной трагедии. Сдавая задним ходом на своем внедорожнике, она снесла санки с ребенком. Я приговорил. Милюшенко обновил. Я с вами задвинул на совершение преступления. Присмотрен в части 30-24 годного кодекса Российской Федерации, по которому назначили наказание и убедили решение свободного срока 2 года 6 месяцев. Срешение права заниматься действиями связанных с управлением транспортным средствами на срок 2 года 10 месяцев. Она до последнего надеялась, что приговор будет, но если не оправдательным, то более мягким. Автомобилистка так и не признала своей вины. Тем декабрьским утром она, как обычно, села за руль внедорожника, чтобы отправиться по делам. Едва рассветала. Женщина, управляя махиной, решила выехать со двора на выставочную на дорогу задним ходом, маневр под силу опытным автомобилистам. Казалось, пропустила всех пешеходов, как внезапно ее машина натолкнулась на препятствие. Совершила наезд левым передним колесом по жизненно важной части тела голове пешехода 2019 года рождения, опрокинувшегося в этот момент на бок в санках, на которых его перевозила мать. В результате вышеуказанных противоправных действий водитель по неосторожности причинила малолетнему пешеходу открытую черепно-мозговую травму, которая квалифицируется как тяжкий вред здоровью. Мать спешила в детский садик. Трехлетний ребенок сидел в санках. Когда все случилось, женщины подняли малыша и сами повезли его в больницу. Но пострадавший через несколько дней умер в реанимации, не приходя в сознание. Марию Милюшенко привлекли подтяжкой для автомобилиста статье. Я маму видела, она прошла мимо машины. Но я не думала, что она спокойно прошла мимо машины. И в то время, когда она пришла, я начала сдавать назад. Я не думала, что ребенок перевернется на самое какое-то колесо. За время следствия, а потом и судебного разбирательства, Мария забеременела и сама стала мамой. На финальном заседании призналась, что больше всего опасалась разлуки с сыном. Суд дал ей отсрочку, пока ребенку не исполнится 14 лет. Доступления к приговору с законом силу оставить Милюшенко меры упрощения, и подписки, и не выездить, и надлежащие поведения. По отступлению к приговору с законом силу, честное доказательство о сранке и текстильном чехол оставить законным владельцам кровь, уничтожить, сидит диск, среди записи УТП, оставить на хранение в уголовном деле. Другими словами, когда сыну Марии исполнится 14, женщина должна сама отправиться в колонию-поселение, где по решению суда проведет 2 года 6 месяцев. На железнодорожной станции Берцк сотрудники патрульно-постовой службы транспортной полиции вычислили предполагаемого наркозбытчика. Подозрительный мужчина при виде сотрудников в форме сильно занервничал и стал озираться по сторонам, чем привлек к себе еще большее внимание. Задержанного доставили в дежурную часть, где в ходе досмотра рюкзака обнаружили пакет с 40 свертками, обмотанными изолентой. Оказалось, это так называемые закладки, которые злоумышленник не успел поместить в тайник, так как заметил появление наряда ППС. Кстати, обследовав территорию, где был задержан фигурант, сыщики нашли 13 уже сделанных схронов с наркотиком и взятое вещество по заключению экспертов марихуана. И последнее. В Барабинске Новосибирской области правоохранители завершили следствие по делу о краже деталей железнодорожной платформы. Двое местных жителей воровали ролики и даже не подозревали, что все снимает скрытая камера. На дело напарники вышли под покровом ночи, и, казалось, продумали все до мелочей. Работали слаженно, без особого шума, демонтируя ролики транспортера. Но то, что эта деталь является частью конструкции действующей железнодорожной платформы, говорят, не учли. Вот не хватает одного, вот не хватает, и вот не хватает. Мы утащили каждый день по-разному. И не знал прием. Сколько денежных средств получили? Которые тысячи. 30-летний злоумышленник уже 12 раз привлекался к уголовной ответственности, а вот его более старший подельник до этого эпизода перед законом был чист. Похищенный металл они спрятали в мешки, чтобы на следующий день сдать в пункт приема, который находился буквально в нескольких метрах от места совершения преступления. Детали платформы изъяли и вернули владельцу. В ближайшее время фигуранты предстанут перед судом. На этом пока все. Если вы сняли происшествие или преступление, присылайте видео нам на WhatsApp номер 8 983 510 2005 или на электронную почту редакции. Подписывайтесь на наш канал в Телеграме экстренный НСК. В студии работала Мария Никитина. Берегите себя. До встречи на ОТС. Субтитры создавал DimaTorzok